Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Маша и вы на канале вкусно, просто и доступно. Ну что ж, по многочисленным просьбам сегодня наконец-то я подготовила второй вариант приготовления сала пятиминутка. Он точно уже готовится 5 минут, но получается очень вкусным, простым, поэтому рецепту моя семья готовит уже много лет. Ну и начнем с того, что в воду добавляю соль и специи. И специи я использую только перец, здесь у меня перец горошком и уже молотый черный перец. Лавровый лист, такие заготовки я никогда не добавляю, так как из-за него сало может быстрее закиснуть. Ставим, пусть маринад закипает, а тем временем я нарежу сало. Конечно же у меня это не совсем сало, это скорее всего подчеревок или как у нас называется бочок. Вы напишите, как в вашем регионе называется вот такой вид сала. У меня здесь почти 2 килограмма, но был еще кусочек мяса, поэтому я взяла еще несколько кусочков мяса. Я вам скажу, друзья, что у меня мама свекров даже заготавливает такое сало тонкое, добавляет несколько кусочков мяса и просто отличная заготовка. Эти кусочки сала я отправляю в маринад, который уже хорошо закипел. Накрываем крышкой, доводим до кипения и варим ровно 5 минут. Именно поэтому это сало называется 5-ти минутка. Не выключаем огонь, берем чистые стерильные банки, наполняем их салом, но в то же время остальное сало еще варится, кипит на небольшом огне. И еще горячим, можно сказать, кипящим маринадом все заливаем. Закручиваем стерильной крышкой, я крышки стерилизую в воде, провариваю 5 минут. Обязательно нужно плотно закрутить или закатать, это уже как в вашем случае. Мне очень удобно делать такую заготовку 5-ти минутку в полулитровых банках. На нашу небольшую семью в самый раз на 1-2 перекуса. Горячие планки укутываем и оставляем остыть. До утра у меня все остывало, я отправила в холодильник еще на 2 часа. Видите, уже все застыло, но в то же время вот этот бульончик у меня еще не застыл, но он не будет как в предыдущем варианте, как холодец. Он и будет такой жидковатый, ну как бы вязкий. Это если в холодильнике будет стоять. Конечно же, если вы будете сохранять такое сало в кладовке, у вас бульон, в котором все сохраняется, будет жидкий. Посмотрите, друзья, какая красота в итоге у нас получилась. Такой рецептик это просто палочка-выручалочка в нашей семье. Мы очень часто пользуемся вот такими закусками, когда идем куда-то в поле, в лес, на работе, нет времени даже что-то приготовить. Пришел домой, кусочек хлеба, лучок, чеснок, свежий огурчик, помидор и, конечно же, такое сало. Все просто, быстро и очень вкусно. Ну и мясо, конечно же, получилось еще вкуснее любого сала. Точные пропорции я напишу, как всегда, в описании под этим видео. Смотрите, друзья, сейчас зима, поэтому я использую соли на 1 литр воды 100 грамм соли. Летом, когда жара, я всегда использую 150-200 грамм соли на литр воды. Да, сало получается соленое, но оно и не должно быть маринованным. В этом вся суть, что это сало соленое. Ну что ж, друзья, вот такой вот сегодня я для вас подготовила рецепт. Я надеюсь, что он вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч, как всегда, на канале вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok